Аська была очень красивой девушкой, модельной внешности, с хорошим характером, веселой, с игривым взглядом, с начинкой девчачьей хитрецы, что ей шла. От нее я впервые услышал про духи Клима, который должен был ей подарить. Зверь был единственным парнем среди ашников в обеих группах, и девчонки опекали меня. Я поступил в 15 лет, придя на вступительный экзамен по профильному предмету со свидетельством о рождении. Сдав его на отлично, как сейчас помню, лягушка, закон Геккеля-Мюллера. Экстерный золотой медалист стал студентом. Скоро девчонки поняли, что у меня белая горячка на учебу в стиле черного запоя алкоголика-профессионала. Я помогал всем, даже девчонкам с химоотделения, которые вытаскивали меня с пар, откуда-то узнав, что зверь в химии разбирается еще лучше, чем в биологии. Мама химик-технолог, вторая на потоге, открывшая новое вещество. Девчонки меня любили, как младшего брата. Они все были старше меня, некоторые на 10 и более лет. Себуль очень красивый, видимо, вырабатывая иммунитет на женскую красоту, но имели свои изюминки. Марина – воспитанная аристократка, княгиня. Индира – веселая и открытая. Зарема – восточная и умная, староста. Нарина – строгая, простая. Луиза – высокая, больше похожая на маленькую девочку. Еще одна Ася, не имеющая иллюзий в жизни. Айна – со склонностью к аналитическому мышлению. Еще одна Зарема – Горянка. Три Наташи – веселые и молодые. Плюс еще куча красавиц. Я собирался защитить докторскую в 25, вообще минуя кандидатскую. Смотреть на девчонок времени не было. Вообще-то хотел быть кардиохирургом, но тот профессор, друг моих родителей, помня меня еще в детстве, уболтал их отдать зверя ему. Чтобы по обмену студентов сразу с первого курса отправить меня в Шумерью. И это в 91 году, можете себе представить. Так я и попал сюда. Он видел меня маленьким и, видев большим, вообще в уныние впал. Не знаю, чем занять мое время. «Философские взгляды Карла Линнея» – довольно толстенная книга с классификацией «Средневековая Библия научного мира» за меньше недели. Теория эволюции покрытосеменных, профессора из Шумерии, 20 листов на английском, переведена тогда мной на русский за выходные. Он восхищался и побаивался одновременно. Но наш главный зацеп, слава Аллаху, разрушивший все и впервые выявивший суть зверя, начался в первые дни второго семестра. Спусковым крючком стала та самая аська. «Было холодно, мы ждали начала пары, людей было мало. Аська пришла в платке, зима все-таки. Ее белое от природы лицо показалось мне бледным. Оказывается, она держала у разу, а я, дурень, не знал, что она началась. Я стал держать пост, как умел. И знал. Это дошло до профессора, врага религии. Пошел зацеп, зверь проснулся и не включил заднюю. «Нет, он попер на профессора». Отец говорил, что тот диктует диссертации с головы за полчаса, заранее говоря все ответы на возможные вопросы, называя имена академиков и профессоров, кто из них что спросит. С ним хотели дружить и к нему мечтали попасть. На кафедре стали бояться меня. Я заходил, здоровался со всеми, кроме него, и демонстративно. Потом понял, что там все пришли за диссертациями, они не хотят проблем. Тогда я сказал, что съезжаю со всех тем и просто отучусь в универе, поставив крест на своей научной карьере. Потом парни, знавшие меня со школы, не могли поверить, что я еще не в академии наук. Через год после замеса профессор умер. И на том свете получил все ответы. А зверь готовился стать тем, кого заочно знает вся мировая политическая элита, а че знает лично, хотя и не видел лица. Но он говорил со мной годами по моему каналу связи, подтягивая, когда ему надо, на темы. А потом сделал вид, что вообще меня не знает, обозвав мошенником. Ну-ну.